Приветствую вас! Объективно, подобные модели поведения происходят из двух основных факторов. Первый фактор – это установки, внушенные вам еще родителями, которые приучили вас к тому, что нужно для всех быть хорошей, иначе вы будете плохой. То есть, грубо говоря, это привитое чувство вины, и от этого чувства вины нужно избавляться путем понимания того, что вы берете ответственность не за себя, когда стараетесь казаться хорошей для других, а за других, тем самым не вся вреда к себе. Ну и социальные условия подобного поведения тоже нужно более подробно разобрать. Кто вам внушил, почему внушил, при каких обстоятельствах, какие ценности были у этого человека, как вы к этому человеку относились и так далее. Это очень важно. И в вопросе того, что вам кто-то это внушил, всегда важно то, как вы воспринимаете этого человека. То есть, вам нужно воспринимать его не как, например, своего родителя или своего родственника, а именно как отдельного человека со своими мотивами, со своими потребностями, со своими желаниями и так далее. То есть, иначе говоря, подвигаться к сомнению то, что он вам внушил, или то, ради чего он вам внушил. Далее. Вторая причина, по которой возникает подобная модель поведения, связана с тем, что вы пытаетесь сами кому-то что-то доказать. То есть, стремясь быть хорошей для других людей, вы пытаетесь доказать кому-то, что вы хорошая, что вас таковой не считал. В данном случае идет как бы диалог с неким человеком через третьих лиц. И третьи лица в данном случае, это не более чем средства. Средства для достижения ваших целей. Или, соответственно, вопрос, с кем вы спорите, кому вы доказываете и почему. Понимаете ли вы, что доказать этому человеку ничего нельзя. Ну, то есть, для чего вы это делаете, почему вы этого хотите. И, отвечая на ваш вопрос о том, как перестать произвести впечатление на всех и всегда, надо сказать так. Почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть? Почему вы не любите себя? Почему вы считаете, что там стоящая, какой вы являетесь, не будет принята другими людьми? Почему вы считаете, что нужно обязательно быть кем-то, чтобы вас принять? Почему вы считаете себя недостойным? Какие качества, какие черты вы в себе отрицаете и почему так сильно ориентируетесь на общество, на общественное мнение? Помимо этого, существует еще и важный вопрос, чего вы боитесь? Ведь если вы пытаетесь произвести впечатление, если вы чувствуете себя, как выжатый лимон, значит, вам, естественно, что-то движет. И, скорее всего, это нежелание того, чтобы люди увидели вас настоящий. А если они увидят, что произойдет тогда, изменится ли ваше представление о себе, станете ли вы думать о себе хуже? Или ваше внимание, по вашему мнению, ваше внимание обращает на то, что вы сами пытаетесь в себе не замечать? На этом всем вам нужно подумать. И тогда у вас появится ответ на ваши вопросы. И с этим ответом уже можно будет работать с психологом, если вы пожелаете это делать. Ну, в частности, работа по принятию себя, это довольно серьезная и не сказать, что бы короткая, к сожалению, работа. Но, тем не менее, необходимая для того, чтобы вы были все-таки полноценным членом общества и личностью. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...